МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Мототрек. Меня зовут Ксения Шевцова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим тему получения прав категории С. В этом выпуске пошаговая инструкция получения водительского удостоверения и нюансы сдачи экзаменов. Вперед на Мототрек! Чем отличаются категории Б и С? Без особых навыков не обойтись человеку, который предпринимает все действия, чтобы открыть для вождения категорию С. И перед ним на этом этапе стоит очень сложная задача. Грузовик отличается от легкового автомобиля своими габаритами и массой. Большая масса влияет на инерцию, становится сложнее управлять транспортным средством. Для таких маневров, как разгон и остановка машины, требуется приложить немало усилий. Из-за своих больших габаритов автомобиль чрезвычайно опасен на дорогах. Особенно в тот момент, когда совершают сложное маневрирование. Перед тем, как получить категорию С, даже если вы имеете уже в правах категорию Б, нужно знать, что без обучения и аттестации вам не обойтись. Открытие категории С при имеющейся Б. Такое обучение имеет некоторые отличия от первичного. Когда будущий автомобилист получает навыки самых азов. Обладателю прав категории Б будет вполне достаточно посещать курсы переподготовки. Как только они будут пройдены, автолюбителю необходимо сдать экзамен, который проходит в два этапа. Перед тем, как приступить к сдаче экзамена, чтобы открыть категорию С, нужно вести подготовку по экзаменационным билетам. Это поможет справиться с испытанием в теоретической его части. Непосредственно перед экзаменом следует позаботиться о прохождении медицинской комиссии на категорию С и подготовить паспорт. Всегда ответственно относитесь к занятиям. Не пропускайте лекции без причины. Конспектируйте материал. Не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то не поняли. Преподаватель всегда обращает внимание на особенности управления тем или иным транспортным средством. Запоминайте, что он говорит. Делайте заметки, особенно тогда, когда дело касается нюансов ПДД. Экзамен в ГИБДД проходит в два этапа. Это теоретическая часть и практическая часть. Что из себя представляет теоретическое? Кандидат водителей должен решить 20 вопросов одного билета. Если он допустит одну ошибку, соответственно, ему дается 5 дополнительных вопросов из этого же блока, в котором он допустил ошибку. Если он допустит две ошибки, ему дается 10 вопросов из каждого блока, в которых он допустил. То есть две ошибки допускаются только в разных блоках. Только и решив дополнительные вопросы, 10 этих дополнительных вопросов, соответственно, без ошибок, только тогда у него будет экзамен сдан. В противном случае ему придется заново подучить ПДД и заново прийти на пересдачу. За теоретическим идет практический экзамен, где проверяются навыки вождения автомобилем в условиях города. Здесь необходимо показать все свои навыки в управлении грузовыми машинами. Зачет будет получен лишь в том случае, если экзаменуемый не допустит нарушений ПДД или наберет не менее 5 баллов в экзаменационном листе. Обратите внимание, езда на первой скорости по городу в зачет не идет. Необходимо показать свое умение перемещаться на второй и третьей скоростях. Если экзамен не сдан, можно ли пересдать? Конечно же, разрешается, но при этом установлены особые сроки, которые были изменены с 1 апреля 2021 года. Для кандидата-водителя, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный, который проводится не ранее, чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, со дня проведения предыдущего не сданного теоретического экзамена. А для кандидата-водителя, не сдавшего теоретический экзамен, с 3 и последующих попыток не ранее, чем через 1 и не позднее 3 месяцев, со дня проведения предыдущего не сданного теоретического экзамена. Для кандидата-водителя, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный, который проводится также не ранее, чем через 7 дней, не позднее 60 календарных дней, со дня проведения предыдущего не сданного практического экзамена. А для кандидатов-водителей, не сдавшего практический экзамен с третьей или последующей попыток, не ранее, чем через один и не позднее через три месяца со дня проведения предыдущего не сданного практического экзамена. Если же вы не сдали какой-либо этап экзамена, то значит, что вам дается время на подготовку. Вновь просмотрите все билеты, проработайте их хорошенько, особенно те, которые вы не очень хорошо знаете. Возьмите дополнительные уроки вождения и вперед за новой категорией, которая откроет следующие горизонты вашей жизни. На сегодня у меня все. С вами была Ксения Шевцова. До встречи в следующий четверг. Субтитры сделал DimaTorzok